Возвольте представить стратегическую академическую единицу Казанского университета в области космических исследований и технологий под названием «Вселенная и человек». Шифр «Просто космос», потому что просто я тогда не буду укладываться во времени. Значит, Денис Карлович здесь говорил о глобальных вызовах, которые стоят перед человечеством, говоря о том, что это экология, демография, энергетика, продовольственные проблемы, астероидная опасность. И все эти проблемы невозможно решить без космических исследований, без космических технологий, без мирного освоения космоса. Почему? Потому что все эти проблемы, в частности, та же энергетика, увеличивая потребление энергии, мы разогреваем нашу атмосферу, увеличивая количество производимого товара, мы затрачиваем больше энергии. Поэтому, конечно, источники энергии нужно искать в космосе, высокоэнергетичное производство нужно выводить в космос, полезные ископаемые все равно мы будем добывать из космоса. Это гелий-3, это Луна, это наши технологии будущего, которыми мы должны заниматься. Что касается космоса, то в настоящее время на него тратятся совершенно колоссальные средства. До 2025 года федеральная космическая программа должна потратить на космос полтора триллиона рублей. Вопрос стоит, насколько эффективно будут потрачены эти деньги. И самое главное, которое здесь проблема стоит, это проблема, насколько будут восприняты те результаты космической деятельности, в которые мы вкладываем такие деньги. Мы должны создать систему образования, систему рождения космических технологий, которые будут восприняты завтра, которые будут прогнозировать развитие нашего человечества, которые будут прогнозировать развитие технологий. И под эти технологии мы должны создавать новые программы обучения и новые исследовательские программы. Поэтому проект «Вселенная и человек» направлен на развитие уникального образовательно-научного научно-технологического комплекса мирового уровня в области изучения ближнего и дальнего космоса, применение результатов космической деятельности, я это подчеркиваю, мирового лидера в ряде перспективных, в том числе междисциплинарных исследований. Вот здесь вверху я поставил, видите, выражение синяки, к звездам через тернии, поэтому надеюсь, и нам это удастся выполнить в нашей задаче. Структура нашего структурного академического единицы предполагает, что она будет основываться на институте физики, где есть отделение астрофизики и космической геодезии, отделение радиофизики, и включать в качестве консорциума все те институты, фундаментальные институты и даже гуманитарные институты, где мы видим перспективы использования результатов космической деятельности, перспективы потребления услуг и продуктов результатов космической деятельности. Надо сказать, что мы действуем не на пустом месте. Астрономические исследования – одно из приоритетных направлений в Казанском университете с момента его создания в 1804 году. Это и Лобачевский, и Симонов. И ведущая научная школа, астрономическая школа Дубягок, которая включает в себя ведущую научную школу звездной атмосферы, ведущую научную школу планетарных исследований, ведущую научную школу гравитации, теории относительностью, единственную в Российской Федерации, ведущую научную школу метеорно-иносферных распространений радио, Он тоже единственный в Российской Федерации. Надо иметь в виду, что мы развиваемся не на пустом месте. В Казанском университете создана уникальная инфраструктура астрономического образования и космических исследований КФУ, которая в настоящее время не имеет в себе аналога в мире. Это можно с уверенностью сказать, потому что либо университеты имеют исследовательские лаборатории, которые занимаются частными вопросами, либо университеты обслуживают какие-то частные образовательные программы. Вот здесь мы полностью подготовлены к нашему космическому прорыву, имея астрономическую обсерваторию имени Гельгергарда. Это планетарии, которые не имеют ни один ВУЗ в России. Северокавказскую астрономическую станцию. Уникальные комплексы, аналогов которых сейчас нет в мире. Это широкоформатный оптический монитор Мини-Мега Тортора, который был создан в Казанском университете. Это оптический полуметровый телескоп КФУ в Турции. Это учебный радиофизический полигон, где стоит уникальный метеорный радар, единственный в Восточной Европе. Здесь показаны картинками все те наши базы. Вы видите, они очень обширны. И, естественно, их содержание и их развитие требуют определенных затрат. Качественный и количественный прорыв будет обусловлен следующими прорывными проектами, которые мы предлагаем. То, что нас выводят в мировые лидеры, это разработка и создание распределенных систем мониторинга ближнего и дальнего космоса, включая элементы платформ микроспутникового базирования. Это создание комплексов, аналогов которых сейчас нет в мире. Почему? Потому что вся радиоастрономия строится на очень дорогих радиоастрономических комплексах. Мы предлагаем комплексы будущего. Это система наземного мониторинга реликтового излучения. Это фазированная антенна-решетка для радиоантерферометрии с длинной базой на основе дискретных фрактальных модулей. Это система распределенной оптической астрономии, элементы, которые мы заложили в мега-мини-торторе. Это система мультиспектральной фотовидеосъемки и так далее. Второе. Это комплексный мониторинг быстротекущих космических процессов для обеспечения безопасности жизнедеятельности и функционирования оборудования на Земле и в космосе. Нужно заставить наши комплексы, это мега-мини-тортору, РТТ-150, метеорный радар, работать в комплексе для контроля околоземного космического пространства, для анализа солнечно-земных связей, для астероидной и метеороидной опасности, для поиска космического мусора. Здесь я могу сказать, что такие астероиды, как Чебаркульский или Челябинский метеорит, падают на нашу Землю раз в 10-15 лет, надо предсказывать их появление, а такие, как Тунгусский метеорит по масштабам разрушения, это астероиды, которые возникают раз в 100 лет. А мы говорим о том, что они могут изменить весь природный лошадь страны и мира. Поэтому мы должны заниматься этими проблемами. Космический мусор. У нас сейчас порядка 30 тысяч объектов летает в космическом пространстве. Это, представляете, мы не можем решить задачу, когда у нас десяток бильярдных шаров на столе сталкивается, и мы не можем предсказать их положение. А что здесь возникает, когда, скажем, уничтожили космический спутник китайской ракеты на орбите. То есть, если мы будем такими темпами плодить этот космический мусор, то через некоторое время, буквально через десятилетие, у нас не останется ближнего космического пространства. Мы не сможем его использовать. Нам нужно договариваться. Нам нужны международные проекты. Нам нужно, чтобы не было милитаризации космоса. Качественный и количественный прорыв предполагается при построении высокоточной сельноцентрической навигационной сети для использования в системе навигации ГЛОНАСС при решении задач астронавигации. Причем эти задачи решаются с учетом физической и планетарных либраций, с учетом для Луны, с учетом 3D-ландшафта. Эти все задачи находят у нас, актуальность этих задач находит подтверждение в задачах Роскосмоса. И мы сейчас получаем задания, значит, получаем проекты для подготовки к международным космическим программам по исследованию Луны, которые поддержаны Роскосмосом. Все эти задачи не могут быть решены без того, чтобы мы постоянно не производили мониторинг ближайшего космоса. Качественный и количественный прорыв предполагается в исследованиях астрофизических объектов высоких энергий, эволюционных процессов во Вселенной. Значит, мировой уровень этих задач обусловлен тем, что у нас работают два академика, имеющие индекс ХИРСа свыше 60, это Старобинский и Сюняев. Это предполагает и эволюцию образования, решение задач, значит, эволюцию образования звезд, астрофизики высоких энергий, описание темной материи, темной энергии, космологические модели эволюции Вселенной. Все эти задачи уже решаются у нас в ППК, но здесь мы создали 4 лаборатории международного уровня, в которой работают в настоящее время порядка 20 ученых, 9 из которых имеют индекс ХИРСа свыше 30. И, конечно, применение результатов космической деятельности в народном хозяйстве. Вот эти задачи, которые здесь ставятся, это задачи космической геодезии, значит, это гидродинамики поверхности, это устойчивости поверхности, это и космическая экология, интегральной экологической оценки, и картографирование территорий России, это и, в конце концов, космическая технология управления развитием территориями, о котором сейчас никто не задумывается, но мы должны ставить задачи на опережение, имея такие огромные пространства нашей страны, мы не можем говорить о том, что мы должны делать постоянный мониторинг из космоса нашей Земли и предсказывать техногенные катастрофы, которые здесь могут возникнуть. Это информационное обеспечение космической деятельности, в частности, там, скажем, обработка мультиспектральных космических данных, распознавание образов, выделение определенных объектов, выявление их изменения динамики в пространстве и времени. Повторюсь, уникальность в глобальном контексте нашей программы, нашей структурной академической единицы – это отсутствие аналогов в мире подобной образовательно-научной структуры, обладающей уникальной наблюдательной базой и инфраструктурой для проведения обучения и исследований. Уникальный образовательный комплекс в области космоса и применение результатов космической деятельности включает в себе программы магистратуры, которые здесь показаны, некоторые из которых не имеют аналогов в мире, например, гравитации, теоретические наблюдатели космологии, радиофизических исследований ближнего космоса и космических методов управления развитием территории. Уникальный образовательный комплекс имеет еще и просветительские функции, не только образовательные, это инновационная программа по космической астрономии, Всероссийского образовательного центра в области астрономии, которую за два года прошли 12 тысяч студентов. Это система подготовки по индивидуальным образовательным траекториям. Мы сейчас подписали стратегические договора с крупнейшими нашими корпорациями, Ростех, Росэлектроника, концернами Швабы, Крета. Это предполагает создание базовых кафедр, потому что те технологии, которые мы развиваем, они, естественно, востребованы народным хозяйством, потому что мы создаем программы дополнительного образования на базе ведущих мировых компаний, зарубежных компаний. Это созданы учебно-научные центры, КФУ Кейсай Технологи, КФУ Рода и Шварц, КФУ ЦИСКО, КФУ Тримбл, КФУ National Instruments. Это практик-центр по астрономии, геодезии и радиофизике, который создается на базе обсерваторий и радиофизического полигона, через который будет проходить порядка 700 студентов в год. Это участие международной кооперации. Мы равные партнеры с космическими наблюдениями, с космическими орбитальными обсерваториями. Это программа Планк, это программа Интеграл, это программа, которая стартует в 2017 году, спектр рентген-гамма, которая будет поддержана полутораметровым телескопом Казанского университета. Это программа со звездой, влияние Солнца на космическую погоду, на нашу погоду. Это проекты спектр ЭРХ, это радиострон, спектр УФС, РГ и так далее. Это участие в международных программах. Мы должны увеличить количество приглашенных ученых в 2000 году до 50 человек. Вот с этими институтом астрофизики Макса Планка, Каталонским астрофизическим институтом, Академией наук Китая, Национальной астрономической обсерваторией, либо существуют устойчивые связи, либо уже научные группы, которые работают над совместными проектами. Это сплав образования, науки, инновации и производства. Мы можем реализовывать проекты от ее научной идеи до мелкосерийного производства. И я вам уже сказал, что это будут разработаны проекты и отработаны прототипами новых измерительных комплексов для поиска реликтового излучения, для радиоастрономических антенн, стоимость которых будет на порядке меньше, чем те радиоастрономические приборы, которые сейчас существуют. И, конечно, микроспутники. Нужно создавать учебные космические лаборатории, и нужно создавать распределенные антенные системы, которые мы сейчас можем делать, ну и устройства криптографической связи, которые мы разработали в Казанском университете, аналога которого нет сейчас в мире. То, что нам удастся реализовать наши проекты, показывает сбалансированная финансово-экономическая модель. Вы видите, что вклад в наш проект на первом этапе средствами субсидии уже к 2020 году приводит к тому, что все эти финансовые ресурсы, а я повторяю, что у нас очень много фундаментальных задач, которые должны финансироваться государством, они должны, значит, тем не менее, доля внебюджетных источников достигнет к 2020 году 67%. Контингент учащихся увеличится в два раза. Причем это будут учащиеся, которые высшей подготовкой, магистранты, аспиранты. Научно-педагогические работники увеличатся в два с половиной раза. Причем каждый пятый будет иностранный ученый. Количество публикаций в App of Science увеличится в пять раз, а показатели цитирования в шесть раз. Значит, вклад в наукометрические показатели Казанского университета. Дело в том, что мы помимо своих фундаментальных проблем мы охватываем междисциплинарные проблемы, это применение результатов космической деятельности. И поэтому, соответственно, вклад в наш синергетическое развитие университета стартует с весьма таких скромных показателей, может быть, публикации в базе данных с КОПУС 2%, к 2020 году 12%. Значит, публикации в App of Science, вот видите, при таком небольшом нашем количестве составляет сейчас 9%, будет 12%. Численность иностранных студентов 2%, будет 8%. И доходы от выполнения НИР сейчас составляют 4%, будут составлять 8% от финансов университета. Вот хочу закончить на такой позитивной ноте. Надо привлекать наших молодых людей смотреть в космос, а не в телевизор. Спасибо. Вот этот кадр, конечно, самый такой многообещающий. Мы смотрим на Международный Совет, так же, как на эти яркие звезды, и ждем оттуда ответной реакции. Можно и так... Да, уважаемый... О, слышу. На этой ноте можно было завершить, но тем не менее я хочу спросить, пожалуйста, вопросы... Да, пожалуйста. Да, Андрей Валерьевич. Да, пожалуйста. Андрей Валерьевич. Ну, реакция чеховская совершенно. То есть непонятно. Вот из того, что вы рассказываете, за счет чего в 6 раз там будет увеличено то, в 3 раза это. То есть в предыдущих двух, да, академических единицах, которых мы слышали, у них есть конкретные проекты, причем мало, да, там 2 проекта, например, да, вот с нефтью связанных. Понятно задел, понятно кооперация, это понятный инструмент. В принципе, понятно, что они хотят сделать. Может быть, получится, не получится, можно обсуждать, но понятно, что они хотят сделать. Вот что вы такое хотите... Во-первых, у вас очень много направлений, каждое из этих направлений очень широкое. Все они очень материалоемкие, потому что космос дорогая, дорогая вещь, нужны там новые телескопы и так далее. За счет... То есть, как бы вы можете, вот может быть, сейчас ответить на вопрос, вот как бы какие там 2-3 прорывных направления внутри космоса, на которых вы хотите особенно сконцентрироваться, которые могут обеспечить вам вот такой прорыв в показателях наукометрических, например? Вы знаете, мы всем этим занимаемся на самом деле, и всему подтверждение этому наши международные проекты. Но в настоящее... Вот 3 года назад я думал, нужно поставить радиотелескоп. Значит, стоимость была 300 миллионов рублей этого телескопа. Александр Равкаевич сказал, если бы у тебя были такие деньги, ты бы их вложил в этот телескоп. Я подумал, конечно, не получается, потому что, во-первых, жалко, а во-вторых, это фундаментальная наука, да? Но вот сейчас, понимаете, мы наработали технологии, которых аналога, которых нет. То есть мы считаем, что нужно создавать распределенные системы. Мы научились создавать дискретные фазированные антенные системы на вроде фазированной антенной решетки Воронеж, когда они разворачиваются за 2-3 месяца, когда они получают совершенно колоссальные результаты по сопровождению целей на дальностях порядка 6 тысяч километров. Вот такие же вещи мы сейчас предлагаем и создаем для того, чтобы работать в космосе. Это фазированные антенные решетки на фрактальных принципах. Или мы создали единичные антенны для поиска реликтового излучения. Олег Николаевич, вопрос. Давайте так, у нас есть ряд ДСПшных тем, да? Вот был конкретный вопрос. На каких проектах вы собираетесь достичь тех показателей... Это распределённые антенные системы. Подождите, тех показателей, которые... Это комплексный мониторинг космического пространства. Это участие в международных проектах равными партнёрами комплексами РТТ-150 и Мега-Мега-Тартур. Коротко тоже. За последние 2,5-3 года было достаточное оснащение соответствующими инструментариями. Вот ряд объектов, инструментов, которые здесь показывали, как Мега-Мега-Тартуры, были созданы самим университетом, и сегодня они начали давать отдачу. И даже в этом институте, где мы с вами находимся, весь этот инструментарий, он ещё в полном объёме не задействован и не даёт результатов. То есть в любых исследованиях либо должна быть тема интересная, либо объект новый должен быть ранее, либо инструмент более точный, и тогда тебя как бы и публикуют, и ты становишься востребованным. Здесь точно такая же ситуация. Просто здесь на грани, вот некоторых вопросов таких, которые... Я правильно понимаю, что тема совершенно традиционная, методология тоже, но выигрыш — это вот этот инструмент, который не имеет мировых аналогов и ещё вот не заработал в полную мощность, заработает и получит уникальные в мировом масштабе результаты. Нет, здесь за счёт интеграции всех этих дел, то есть нельзя сказать, что вот отдельно взятая методика, она известна, да, то есть вот первый элемент, второй, третий, но вот комплексного подхода не было. Вот здесь на площадке института физики, они, в общем-то, располагаются, создали вот этот комплексный подход всесторонним. Хорошо, но можно конкретизировать. Вы показываете, что у вас внебюджетные средства должны увеличиться 10 раз за следующие 4 года. Вот вы можете мне сказать точно, кто будет платить вам такие деньги и за что? Вот это, я понимаю, вот нефтогазовые компании, я понимаю, что они будут платить. А кто вам будет платить такие деньги? Нам платит компания Ростех, группа, это корпорация Ростех, нам платит корпорация Крета, нам платит корпорация Шваба. Почему? Потому что это технологии, которые мы здесь разрабатываем, это технологии двойного назначения. Я понимаю, но у вас есть контракты, то есть уже есть контракты, которые будут платить вам? Хорошо, окей, прекрасно. Мы за 2 года нарастили объем хоздоговорных работ, значит, ну, от, наверное, 10-15 миллионов до 6 миллионов в прошлом году. Это не ответ на вопрос. У вас должны уже быть такие контракты. Контракты есть, да, у нас идут контракты. Сейчас мы каждый день выполняем контракты, сдаем. Мы планируем, что у нас будет... Контракты есть, но они не доходят. На значение не идут, контракты есть. Все, что связано здесь, контракты не обеспечены. На уровне софинансирования, которое требовалось, они неплохо закроются. Уважаемый Олег Николаевич, вот как вы показали картинку, где там молодой человек на небо смотрит, сказали, что я... Девушка, неважно. Нет, молодой человек. Хотел девушку с молодым человеком. Судя по первичным, по первичным половым признакам, все-таки молодой человек. Значит, вот, был очень хороший образ, что Международный Совет работает, грубо говоря, как инвестиционный комитет. Я не знаю, приходилось ли вам выступать на инвестиционных комитетах. Не уверен. Да. Значит, вот поэтому вы должны, если, допустим, первую строчку я читаю, показатели эффективности, и вас нет-нет в предметном рейтинге, потом раз, сразу 250-я позиция, а потом очень хороший рост. Вот вы должны занять позицию мысленно людей, которые сидят за этим столом и сказать, ну, наверное, они задумаются, а чего такой скачок? Дай-ка я им заранее объясню, чтобы они не задавали мне потом дурацких вопросов. Вот если вы промоделируете их позицию, мне кажется, вы купируете или, так сказать, блокируете многие недоумения, которые возникают естественным образом. Это важно. Что касается двойного назначения, то есть все вузы занимаются, и физтех, и мифи, так что это не является какой-то большой проблемой. Всегда можно разграничить, что обсуждать, что не обсуждать публично. Это не является проблемой. Второе. Как я говорил коллегам, так и вам говорю. Вот понимаете, ну, тезис такой. Вы не единственные в космосе, не единственные даже в Российской Федерации. Есть... Но вы населенные единственные. Да, есть СГАУ, они чем-то занимаются, самарские, аэрокосмические, в том числе микроспутниками. Есть Решетнево в Красноярске, которые занимаются решетками и всеми остальными, и антеннами. Есть аэрокосмический университет, в самом смысле, что бывшие мои. Очень полезно сказать, что коллеги занимаются этим и этим, а мы вот этим. Тогда многократно сказанное вами слово «уникальный» заиграет правильными красками. В противном случае оно выполняет оборонительную функцию, ну и стилистически, пожалуйста, это из презентации один раз достаточно, а четыре раза это перебор. Это чисто такой житейский совет. Тогда сразу станет, какое место вы занимаете в Российской Федерации и в мировых кооперациях, в чем мы особенные. А для того, чтобы сказать особенность, покажите, что делают другие. И тогда вы будете очень выгодно и эффектно смотреться и понимать ваши вещи. Я ждал все, что вы что-нибудь скажете. Раз вы сказали про темную материю, темную энергию, отреагируете на злобу дня, на гравитационные волны, но вы тактично обошли это вниманием. Ну, потому что, если есть общественный резонанс, публика читает веб-сайт и интересуется, вы как университет должны сказать, ну и это мы там в наших космологических теориях все учитываем. Это может быть мелочь, но это выгодно, поскольку все это читают, это интересно. Конечно, подтвердились 50-летние эксперименты, это любопытно. Мне кажется, не надо упускать такую возможность, которую вам дает медийное пространство. Это полезно, тем более, что вы в этом занимаетесь. У меня вот такие небольшие рекомендации. То есть объясните, почему и скажите, кто вокруг вас и покажите свое место. Общая ошибка наша во всех трех докладах, вот то, что вы сказали. Это у всех так, не переживайте. Все с этим мучаются. Да, пожалуйста. Подождите, пока помощь зала. Давайте, пожалуйста, Андрей Григорьевич. У меня вот, что резануло глаз, у вас есть слайд под названием «Научная школа и традиции», где ведущая научная школа, ведущая научная школа, ведущая научная школа, ведущая научная школа, еще года основания, 52-й, 70-й какой-то. Во-первых, научную школу очень трудно перевести на английский язык. Вот как будет научная школа по-английски? Никак не будет, потому что там нет такого понятия. Подумайте, почему, да? А во-вторых, когда вы говорите, что у вас ведущая научная школа с 52-го года, предполагается, что это одна исследовательская традиция, это значит, что маловероятно, что она все еще актуальна. Может быть, у вас на ее основе что-то все время меняется, но вы понимаете, да, проблемы, потому что парадигмы обновляются так часто в науке, настолько короткоживущие исследовательские традиции, уже ученик первого какого-то там великого ученого, как правило, делает что-то другое, если он хочет оставаться хорошим ученым, а не просто каким-то эпигоном своего учителя, что вот эта российско-советская традиция говорит, что у нас великая научная школа, у нас есть отец-основатель, там, в 32-м году он основал нашу научную школу, мы по-прежнему работаем по его методике, и поэтому мы крутые и великие, звучит архаично очень, вот, в международном контексте, а вы будете говорить с международными экспертами, которые, я думаю, тоже так же будут воспринимать. Поэтому рекомендация что-то с этим сделать.